Евангелие от Луки, глава 2. Было же в Дните, вышел указ от Кесаря Августа о переписи всей Вселенной. Это была первая перепись в правлении Квериния Сирией. И шли все записываться, каждый в свой город. И пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что был он из дома и рода Давидова записаться с Мириам, обрученной ему, которая была беременна. Было же, пока они находились там, исполнились дни, когда она должна была родить. И родила она сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в яслих, потому что не было им места в гостинице. И были в этой стране пастухи, жившие под открытым небом и стерегшие ночью стадо свое. И ангел Господень предстал им, и слава Господня осияла их, и они устрашились страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, ибо вот благовествую вам радость великую, которая будет всему народу. Родился вам сегодня в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знамение. Вы найдете младенца, спеленатого и лежащего в яслих. И внезапно вместе с ангелом явилось множество воинства небесного, хваля Бога и говоря «Слава вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение». И было, когда отошли от них на небо ангелы, пастухи стали говорить друг другу «Дойдем же до Вифлеема, и посмотрим, что такое произошло, о чем Господь объявил нам». И они поспешили прийти и нашли и Мариам, и Иосифа, и младенца, лежащего в яслих. Увидев же, сообщили о том, что им сказано было об этом детяти. И все услышавшие удивились сказанному им пастухами. Мариам же все слова эти сохраняла, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи славя и хваля Бога за все, что они увидели и услышали так, как было сказано им. «И когда исполнилось восемь дней, чтобы обрезать его, тогда и наречено было имя ему Иисус, данное ангелам, прежде зачатия его в очреве. И когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы поставить пред Господом, как написано в законе Господнем, «всякое существо мужеского пола, разверзающее материнскую утробу, да будет посвящено Господу». И чтобы принести жертву, по сказанному в законе Господнем, пару горлиц или двух птенцов голубиных. И вот был в Иерусалиме человек, которому имя Симеон, человек праведный и благоговейный, ожидающий утешения Израиля, и Дух Святой был на нем. И было ему открыто Духом Святым, что он не увидит смерти, прежде чем не увидит Христа Господня. И пришел он в Духе в храм, и когда принесли родители и младенца Иисуса, чтобы совершить над ним установленное по закону, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Теперь отпускаешь ты, раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели, очи мои, спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет во откровение язычникам и славу народа твоего Израиля». И отец его и мать удивлялись тому, что говорилось о нем. И благословил их Симеон и сказал Мариам, матери его, «Вот он лежит, нападение и восстание многих во Израиле и в знамении пререкаемое, и тебе же самой душу пройдет меч, чтобы раскрыты были во многих сердцах помышления». И была Анна-пророчица, дочь Фануила из колена Осирова. Она достигла весьма преклонного возраста, прожив с мужем семь лет от девства своего и вдовой до восьмидесяти четырех лет. Она не отходила от храма, постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И в этот час, подойдя, она славила Бога и говорила о нем всем ожидающим искупления Иерусалима. И когда они совершили все положенное по закону Господню, то возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Дитя же росло и укреплялось, исполняясь при мудрости, и благодать Божия была на нем. И ходили родители его каждый год в Иерусалим на праздник Пасхи, и по достижении им двенадцати лет, когда восходили они в Иерусалим по обычаю праздника и совершили положенные дни, при возвращении остался отрок Иисус в Иерусалиме и не заметили этого родители его. Думая же, что он со спутниками, прошли они дневной путь и стали искать его среди родственников и знакомых, и, не найдя, возвратились в Иерусалим, ища его. И было через три дня, нашли они его в храме, сидящего между учителями и слушающего их и задающего им вопросы. И изумлялись все слушающие его разуму и ответом его. И, увидев его, они были поражены. И сказала ему, «Матерь его, дитя мое, почему поступил ты с нами так? Вот, отец твой, и я с болью ищем тебя». И сказал он им, «Что же вы искали меня? Не знали вы, что мне надлежит быть во владениях отца моего?» И они не поняли слово, которое он сказал им. И он ушел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и Матерь его хранила все это в сердце своем. А Иисус преуспевал в премудрости и возрасте и любви у Бога и людей. Глава третья. В пятнадцатый же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат управлял Иудеей, и тетрархом Галилеи был Ирод, Филипп же, брат его, был тетрархом Итуреи и Траханицкой области, и Лисаний был тетрархом Авелинеи, при первосвященнике Анне и Каиафе было слово Божие к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И прошел он всю страну Иорданскую, проповедуя крещение покаяния для отпущения грехов, как написано в книге слов Исаии Пророка, «Голос вопиющего в пустыне, приготовьте дорогу Господу, прямыми делайте пути Его. Всякий овраг наполнится, и всякая гора и холм снизится, и станет кривое прямыми путями, и неровные тропы дорогами гладкими, и увидит всякая плоть спасения Божия». Итак, Он говорил народу, выходившему креститься у Него, «Отродье змеиное, кто указал вам бежать от будущего гнева? Сотворите же плоды достойное покаяния, и не начинайте говорить самим себе «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что может Бог из камней этих воздвигнуть детей Аврааму». Уже лежит и топор при корне деревьев, и так всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубается и бросается в огонь. И спрашивал Его народ, говоря, «Что нам делать?» Он же отвечал им, «У кого две рубашки, пусть поделится с неимущим, и у кого есть пища, пусть так же поступает». Пришли же и мы-то рекреститься, и сказали Ему, «Учитель, что нам делать?» Он же сказал им, «Ничего больше положенного вам не взыскивайте». Спрашивали Его и воины, говоря, «А нам что делать?» И сказал им, «Никого не насилуйте, не вымогайте доносами и довольствуйтесь своим жалованием». И ждал народ, и размышляли все в сердцах своих об Иоанне, а не Христос ли Он Сам? И ответил Иоанн, обращаясь ко всем, «Я водою крещу вас. Идет же сильнейший Меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопатая его в руке Его, чтобы очистить гумно свое и собрать пшеницу в житницу свою, а Микину он сожжет огнем неугасимым». И многое иное внушал он народу, благовествуя ему. Ирод же Тетрарх, обличаемый им за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что он сделал дурного, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в тюрьму. И было, когда крестился весь народ, и Иисус, крестивши, смолился, открылось небо, и не шел Дух Святой в телесном виде, как голубь на Него, и голос с неба раздался, «Ты, Сын Мой возлюбленный, на Тебе мое благоволение!» И сам Иисус, начиная свое служение, был лет тридцати. «Он, как думали, был сын Иосифа, Илья, Матфата, Левия, Мелхия, Ионная, Иосифа, Маттафии, Амуса, Наума, Еслия, Нагея, Маафа, Маттафии, Симеина, Иосиха, Иодая, Иоанана, Рисая, Зарабавеля, Салафиила, Нирия, Мелхия, Адия, Касама, Елмадама, Ира, Иисуса, Елиезера, Иорима, Матфата, Левия, Симеона, Иуды, Иосифа, Ионама, Елиакима, Мелиая, Минная, Маттафая, Нафана, Давида, Иесея, Авида, Ваоса, Салы, Наассона, Аминадава, Админа, Арния, Исрома, Фариса, Иуды, Иакова, Исаака, Авраама, Фары, Нахора, Серуха, Рогава, Фалека, Эвера, Салы, Каинана, Арфаксада, Сима, Ноя, Ламеха, Мафусала, Еноха, Иората, Малилиила, Каинана, Эноса, Сифа, Адама, Бога.